Геннадий Владимирович Гудков, российский оппозиционер, оппозиционный политик, с нами на связи. Добрый вечер. Будем надеяться, что добрый. Да, здравствуйте. Я всех приветствую, всех, кто в эфире, и вас, конечно, ведущих в первую очередь. Спасибо большое. Да, мы тоже будем надеяться, но это иногда и не от нас зависит, увы. Но я бы хотела начать вот с чего. Очень интересная подборка таких вот интересных обид Путина. Есть у нас сейчас подготовлена наша редакция. Я бы хотела ее зачитать и задать, соответственно, вопрос. Российский диктатор Путин в шестой раз за год заявил, что его обманули. Количество жалоб подсчитал Нью-Йорк Таймс. Я прошу прощения, Москва Таймс. Возвращение из Турции в Украину командиров Азова является нарушением имевшихся договоренностей. Так заявили в Кремле. Жалобы Путина на обман приняли хронический характер. Так, на встрече с военными блогерами Путин пожаловался на зерновую сделку и заявил, Москву в очередной раз обманули. Также он пожаловался на то, что противники открыто обманывали его и с Минскими соглашениями. Обещали не расширять НАТО на восток. С похожими жалобами на обман Путин выступает примерно раз в месяц. Так подсчитали журналисты. Ну и в связи с этим хотелось бы задать такой, знаете, наверное, простой, хотелось бы задать очень простой, но логический вопрос. Если человек, который себя позиционировал как очень влиятельным политиком, который решает судьбы мира не только в Украине, сейчас пока мы наладим связь с нашим гостем, я все-таки продолжу, да, который считал, позиционировал себя как политиком, который влияет на судьбу мира. И как оказалось, что, вернее, как результат этого всего, нет его присутствия на самых известных, скажем так, площадках, таких как J7. Таких как J20 все еще есть представительства Российской Федерации, но принято, скажем так, называть теперь это собрание J19, для большей ясности. Да, но смысл в том, что начиналось как Киев за три дня, точно так же вот начиналось как вершитель судеб. Теперь с каждым разом его выступление заканчивается его обидами в каких-то, ну, определенных моментах, связанных в большой политике, в маленькой политике и так далее. Вот эти вот обиды Путина, как вы думаете, они вот как квинтэссенция его нынешнего статуса, как, ну, скажем, не совсем удачливого политика, не то что в мировом масштабе, но еще и в масштабе своей собственной страны. Оно как-то оценивается его окружением, оценивается обществом российским или нет? Потому что когда человек жалуется, ну, это уже, как бы, наверное, в его позиции, в его статусе, это, наверное, уже, как бы, финальная стадия. Ну, Путин, конечно, показал себя человеком уязвимым, слабым. Пригожинский бунт его, в общем-то, очень сильно, я извиняюсь за выражение, опустил, разрушил его рейтинг. И показал, что, в общем-то, Акела-то давно уже не Акела, а какой-то такой полудохлый волк, который все еще ведет стадо, но уже, в общем-то, просто по инерции. И вот, собственно, вероят сюда вот эти все его и жалобы, вот тут его обманули за на Западе, тут у него там, значит, Украина вот вооружили, тут вот еще что-то. И всем он жалуется, как бы, как бы жалуется. Ну, вот, я согласен сейчас, вот только что прослушал эфир Михаила Борисовича Ходорковского, который говорит, что свою слабость Путин сейчас попробует компенсировать усиление внутренних политических репрессий, расправ, ужесточение и так далее, чтобы, как говорится, если не уважали, так хоть бы боялись. Но это плохая позиция. Элиты разочарованы, Путин начинает разочаровываться. Еще, может, не так народно, вот элит. Элит прекрасно понимает, что в ней Путч он их бросил, улетел, оставил, что он сам не был способен урегулировать этот политический и военный кризис. И, конечно, он уже никакой не вождь, но они сейчас будут выжидать немножко вот по итогам, какой же будет все-таки итог у этого наступления. А насколько будет понятен, что конец войны близок, и он будет ужасен для российско-политической элиты, вот путинской элиты, отсюда они, наверное, будут вырабатывать уже какое-то слабое действие. Но разочарование в Путине, конечно, очень серьезное. Очень серьезное. Владимир Ильич, простой вопрос. Путина обманули с подготовкой российской армии и в целом государства к так называемой специальной военной операции по факту полномасштабной войны против Украины. А что значит, он бедный, несчастный, его там обманули? Так сейчас подают, в основном, часто довольно, на каналах российских, потому что царь-то не виноват, да бояре плохи. Формула же известная. Нет, эта формула-то известная, она уже не работает. Потому что мы прекрасны, ну не только мы, мы давно все прекрасно понимаем, уже много-много лет. А вот уже всем понятно становится тем, кто как бы не так глубоко в политике, в информационной повестке, что Путин сам создал систему, при которой никакая государственная структура не может работать нормально. То есть ведь суть политической доктрины Путина – это должностная коррупция. Обогащайся, кто может, и как можно быстрее. За счет власти. Почему вот власти они никому не отдают? Потому что власти – это главный элемент обогащения. Они зажрались, они просто купаются в роскоши, они уже перестали понимать цену к деньгам, недвижимости, яхтам, драгоценностям и так далее. Они совершенно живут не в отрыве от реальности. С под собой страны, как говорится, ничего, как говорит поэта. И вот что значит его обманули? Как его могли обмануть, если он сам главный участник и один из главных бенефицаров, распилов, откатов, воровства бюджетного, так сказать. И что он считает, что когда ему его подчиненные носят миллиардами, когда у него там кошельки в виде Ралдугина аккумулируют на своих счетах 2 миллиарда долларов, он какой-то белончелист сраный, может, он не как сраный белончелист, а вот с точки зрения, как человек, который владеет миллиардами, откуда он их мог взять, понятно, что это путинский кошелек, и таких кошельков немного. И что он ожидал-то? Он чего ожидал? Что только он один ворует в стране, только он один хочет жить во дворцах, только он один будет яхты Шахаризан заказывать там за 750 миллионов долларов, только он один будет там часы менять, как перчатки, причем чаще, чем перчатки, которые стоят там по цене двух-трехкомнатной квартиры. Ну о чем-то? Что значит, вы его обманули? Ну значит, он совсем идиот, тогда нужно освободить кресло, потому что оно не для идиотов. В Кремле вот это кресло не предполагает, что его будут занимать отморозки идиоты, люди наивные, люди, которые, так сказать, не понимают, что вообще происходит. Вот вы сейчас показываете Красную площадь, зачищенную. Да уйди оттуда, раз ты ни хрена ничего не понимаешь, раз тебя можно обмануть, как дурачка. А ты обманываться рад. Поэтому никто уже в это не верит, сказку про доброго царя и про плохих бояр. Вон шел там один свергать плохих бояр. Ну что ж, помог бы им Путин, снял бы этих бояр. Снял бы вот эту Шойгу, которая зажралась там тоже, живет во дворцах, так сказать, там дочери и прочие, так сказать, они все у него родственники близкие, в миллиардах погрязли. Пусть лимит с этого Герасимова, который там участвует во всех этих схемах коррупционных. Чего он дракон прикидывался? Еще на кого-то он обижается. Ему нужно только на себя обижаться, что он такой родился с комплексами неполноценности. И эти комплексы неполноценности усилили все его негативные качества, выжгли в нем полностью всякие человеческие особенности, вернее, не особенности, а человеческие чувства, человеческие мысли, человеческие действия и так далее, эмоции. Это же не человек, вы его показываете сейчас. Человек, это существо на двух ногах, вешенные всякие человеческие качества, держимые только одной, жаждой владеть всеми, командовать всеми, всех сделать, иметь, утопать в роскоши. Представляете, цыганская роскоши в этом Генежинце-Гвардзе. Ян, человек, так сказать, тронутый умом на своей бывшей прошлой нищете, так сказать, какой-то там питерской коммуналке, но явно, так сказать, эфирно, посмотрите, спросить любого психолога, это эффект компенсации. Вот он сейчас пытается компенсировать свои там неудачи в молодости, женщинами говорят, у него там не очень хорошо все было, ну и так далее. Вот сейчас он там мачизмом страдает этим, в таком, я уже думаю, что там мачизм в другом смысле уже, потому что говорят, что Путин на те дни работал в Кремле над бумагами, и появилась злая шутка в интернете, да, Путин работал над бумагами в Кремле, примерно три рулона бумаги он отработал. Ну, раньше я добавлю, тоже страдал, да, господин Путин мачизмом. С кем он там летал, я забываю постоянно правду. Стерхами. Стерх, спасибо. Да, 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 прекрасно. Особый вид журавлей, который краснокнижный журавлей, он решил, потому что, видимо, никто его как вождя-то и не считал так. Ну, для особого президента особый вид журавлей, поэтому... Ну да, он хотел, чтобы за ним действительно летели. Геннадий Владимирович, ну... Буквально хоть чего-то. Да, но это внутренняя история для внутреннего зрителя, то есть для жителей России, понятное дело. Она до какого-то момента работала, может быть, и сейчас работает. Ну, мы не там находимся, поэтому нам сложно сказать, правдивы ли социологические исследования, которые хотя бы элементарно можно проводить. Но я хотела вот что спросить. Вы знаете, я сейчас вспомнила книжку, которую написала Кандализа Райс, я не помню, в каком году, но давненько. Называется она «Демократия». И вот в этой книжке она вспоминала свою первую встречу с Путиным, когда он еще не был президентом. Он приезжал тогда, я так понимаю, как представитель какого-то департамента Санкт-Петербурга. То есть он не был большим ЦБ, как раньше принято было говорить. И вот в ее воспоминаниях это был, знаете, какой-то элемент, прошу прощения, но выглядела как жалость такая. Вот он стоял где-то, вот ее описание, я помню очень четко ее описание в этой главе. Он стоял где-то подаль, он выглядел очень неуверенно, он был одет не так, как принято было на тот момент в истеблишменте, те, дипломатическом того уровне и так далее. И вот ей как-то стало по ее рассказу немножечко даже жалко, что к нему никто не подходит, на него никто не обращает внимания. Она подошла и начала с ним разговаривать. И тут, когда она начала с ним разговаривать, она увидела, наверное, вот этот момент какой-то вот не то что неуверенности, а немножечко такой скрытой обиды, да, обозленности, которая потом вылилась в обозленность. Она эту книжку написала очень-очень давно по сравнению с тем, что сейчас происходит, да. И наверняка эту книжку читали. И у меня как раз вот вопрос, если это была Кандализа Райс, наверняка были и другие лидеры, которые точно так же воспринимали. Мне просто интересно, все эти годы его действительно воспринимали как человека, которого, ну, немножечко нужно как-то вот, ну, помочь ему в каких-то моментах, потому что, ну, где-то, может быть, он в чем-то обижен. Либо действительно вот это его позиционирование себя как вот такого великого лидера, и все его боялись. Вы понимаете, да, вот в книжке описано одно видение Путина, а по сути это все вот было какая-нибудь, какая-то вот, ну, немножечко такая вот иллюзорная история, им же самим и созданная. Его боялись или просто вот, ну, как-то не хотелось обидеть? Нет, ну, Путин весь соткан из комплексов неполноценности. Эти комплексы преследовали его по всей жизни. И вот они его преследовали там до какого-то определенного момента, когда он там таскал портфель за Собчаком, когда он был там на вторых, на третьих ролях, но он рвался к деньгам, да, ему очень хотелось стать богатым человеком, швыряться деньгами и не считать их. Он не мечтал о политической карьере, тем более о высшей власти. И именно за счет того, что его считали, ну, как бы, человеком слабым, неуверенным в себе, человеком, который ни на что особо не претендует, его, собственно говоря, и вытащили вот на вершину власти. Ну, это как вот было с Брежневым. Почему Брежнев стал генералом секретарем СК КПСС? Потому что, ну, как бы, так сказать, такой человек, который без стержня, который там без характера, типа без яиц и так далее, пусть будет Брежневым. Оказалось, что он там неплохо пробыл, 3-18 лет, но, правда, сейчас на фоне Путина он смотрится там добрым дядечкой, добрым дедушкой. А Путин, вот его тоже считали неспособным к самостоятельной деятельности космоса какой-то, не считали, что у него есть характер. И когда там принимали решение о президенте России вот тогда, в те, в конец 90-х годов, вот эта фигура оказалась наиболее слабой, хорошо управляемой, но, как говорится, в тихом умке черти водится. А Путин был весь соткан из комплексов и желание всему миру отомстить, показать и сделать. Знаете, вот слово сделать, я всех сделаю. И вот когда ему поперло, а он там стал потом начальником ФСБ, потом он стал там в правительстве, на главной администрации, по-моему, я не помню сейчас, можно почитать там годы и веки его, так сказать, вот этой взлеты карьеры стремительной. Из помощников Собчака в правительстве Верховного правительства России. И, конечно, вот эти все комплексы, они в нем остались. Он все время вот таскал в портфель, а тут вот он стал вдруг. И вот эта вот компенсация, она идет до сих пор. Он пытается самому себе и всем окружающим доказать, что он не такой, каким он всю жизнь был. Там маленький, плюгавый, забитый, сотканный с комплексами полноценности. А вот теперь вот у него крылья выросли, там орлины, там 10-метровые. Вот он теперь пытается доказать, что он как орел, так сказать, там всех сделал, самый умный, самый смелый, самый храбрый, самый дальновидный, самые там несгибаемые и прочее, прочее, прочее. Все вот эти комплексы неполноценности в нем сейчас вылезли по полной программе. И отразились вот в этих ужасных обстоятельствах его кровавые деятельности. Он, конечно, кровавый упырь, что там говорить. Но это вот результат, в том числе, психологических травм, которые он получил в юности, в детстве, потом дальше. Ведь его же почти списали с работы, он там в действующие резервы был прикомендирован на такая дембельская должность при университете. Ну, типа, хорошо сидеть и выйти на пенсию в какой-то там должности, особо ни за что не отвечать, особо, так сказать, ничего не делать. И вот вдруг он с этой дембельской должности вот так вот взлетел. Ну, конечно, у парня еще закружилась, у мужика закружилась голова. От успехов он поверил, что он действительно мессия, спосланная нам Господом Богом, затмевающая там солнце и, так сказать, луну на небосводе. Поэтому мы имеем вот это все в одном флаконе, неграничная власть, отсутствие сдержек противовесов, нет ни парламента, нет ни суда, нет ни гражданского общества. Все можно было раздавить, уничтожить, стать, так сказать, единоличным правителем. И вот он думал, что все то, что он говорит, от истины на последней инстанции. Украину за три дня. Он же подкалкивал всех в свое окружение к войне против Украины. Он ее готовил, как теперь мы уже понимаем, там с какого-нибудь 17-го, 17-го и 19-го года. Он сидел там дни, часы, недели, месяцы с этими всеми конструкторами, генералами, штабистами и обсуждал планы, так сказать, если что будет, если вдруг будет применена вот эта вот модернизированная армия, которую там разворовали, его все подчиненные. Ну и слава Богу, что разворовали. Поэтому вот мы с вами имеем неудачника, неудачника, слабого, закомплексованного человека, который вдруг в силу случайных обстоятельств, не по заслугу, в силу случайных обстоятельств, обладает он, конечно, определенной хитростью, обладает он навыками интрига, аппаратной борьбы, но в целом случайный человек попал во власть, не имея ни принципов, ни морали, ни какого-то плана. И вот он сейчас там творит произвол, потому что хочется всем доказать, что он не действует, так сказать, похватит. Знаете, Геннадий Владимирович, царь мне даст наоборот, так господина Путина можно величать так же. На 501 войны теперь у Путина, полномасштабной войны России против Украины, теперь у Путина есть еще несколько пунктов, которым можно дополнить трудовую книжечку. Это, во-первых, русские добровольцы, которые готовы с оружием в руках бороться против режима Путина, и еще съезд народных депутатов, которые здесь и сейчас пишут новую конституцию новой России. Каким образом вот эти два факта влияют, скажем так, на нынешнее составляющее Владимира Путина, его жизни, да и на будущее? Полторы минуты у нас. Ну, у него это все вызывает, любая активность, направленная против режима, вызывает бешенство и ярость. Я точно знаю, что сейчас составлен список врагов народа, и уже этим врагом народа некоторым объявили, кто там в этом списке. А так как большая часть находится в миграции, начинает уже принимать меры, направленные на обеспечение или обеспечение их безопасности. Это уже, я уже не в одной стране уже, ну, в смысле, в ряде стран получил такую информацию. Все это вызывает любая деятельность, особенно направленная на призывы к силу, к применению силы, к силовому свержению власти, вызывает мне дикую ярость, озлобленность и мстительность. Это, вне всякого сомнения. Кстати говоря, меня объявили нежелательным элементом как раз за помощь. Мы вас поздравляли с этим, Геннадий Владимирович. Да, не-не, это уже было давно, это после иностранного агента мне еще присвоили вот это почетное звание как раз за участие в первом съезде народных депутатов. Это значит, что вы все правильно делаете. Я стараюсь помогать всем, кто работает на будущее Украины и России. Спасибо вам за этот месседж. Геннадий Владимирович, спасибо вам огромное за разговор. Рада вам всегда в эфире Freedom. Напомню, что Геннадий Гудков был с нами на связи, российский оппозиционный политик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok